Приватизация жилищного фонда в Республике Беларусь началась сразу после распада Советского Союза. Начиная с 90-х наблюдались и всплески, и спады активности граждан, которые, в свою очередь, чаще всего были обусловлены принятием правительством новых нормативных актов. Таким образом, более 60% жилых помещений были выкуплены еще до 1999 года, когда приватизация основной массы жилых помещений производилась в ценах 1991 года. Если приватизируешь, раньше продевали приватизацию, тебе нужно приватизировать, потому что это считается частной собственность, а так платить государству еще. Получается выгодно, потому что остается еще детям наследство, поэтому приватизировали. Своя собственность, как говорится, кооперативная, чтобы не было никаких нюансов, приватизировали, чтобы спокойно быть. В самом начале, когда это было только-только, когда были чеки, купоны, эти всякие, там, сертификаты, вот это было очень давно, даже не помню в каком году. Родители мои сталкивались, приватизировали дом. Вот я в этом доме живу, ну, уже 25 лет, где-то 30 приватизировал. Выгодно было тогда это дело делать, были как эти чеки, а что откладывают долгий ящик? Раз-два и готово. В этом году в рамках указа президента номер 563 о некоторых вопросах правового регулирования жилищных отношений процесс выходит на финальную стадию. Сегодня такого ажиотажа, как 3, 4, 5 лет назад, уже не наблюдается, и за дверями отделов не выстраиваются многочасовые очереди. Однако регистрация документов продолжается. Практически каждый месяц на учет ставятся до сотни заявлений. Как итог, из более чем 50 тысяч подлежащих приватизации квартир в областном центре без официальных хозяев остается только около 5%. По информации на 1 января 2016 года у нас в городе Бресте около 3 тысяч неприватизированных квартир, которые подлежат приватизации. Мы ведем и прием граждан, вот фактически весь коллектив нашего отдела занят и задействован приеме граждан. Кстати, из этих нескольких тысяч отдельная часть просто не может быть приватизирована. В частности, это связано с незаконной перепланировкой. Даже если человек говорит, что не менял ничего в квартире, специалист БТИ без труда обнаружит любые вмешательства. Конечно, определенные изменения можно оформить в соответствующей службе исполкома официально. Однако не всегда то, что человек перестроил, может быть узаконено. Но и это не единственная причина, которая может послужить поводом для отказа. Изменение количественного состава семьи. Отсутствие в поданных документах всех прописанных на территории этой жилплощади, имеющих равные права на собственность. Все это может существенно затормозить процедуру приватизации и привести к не совсем приятным итогам. Согласно статье 29 ЖК, человек, проживающий в неприватизированном государственном помещении, является всего лишь его нанимателем. И помимо ежемесячной квартплаты, обязан платить государству за пользование жильем. Помимо этого, его квадратные метры будут переведены в фонд арендного жилья. А потому, если желание приватизировать свое жилье у вас все же есть, сотрудники регистрирующих органов советуют не затягивать с подачей документов. В перечень необходимых входят паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке и разводе всех граждан, которые живут в приватизируемом жилом помещении. Ордер на квартиру. Справка о том, что данное жилье не было приватизировано раньше. При перепланировке документы из БТИ. Приняв заявление, специалисты предоставят вам помощь в просчете денежной суммы, размер которой зависит от некоторых характеристик. От графика проведения капитальных ремонтов, от года строительства, от степени пригодности для проживания. К слову, здесь отдельные категории граждан имеют свои льготы. Есть ряд льгот, предусмотренных при приватизации жилых помещений. Это чернобыльцы, 18-19 статья, это пострадавшие и участвующие в ликвидации последствий одной Чернобыльской атомной электростанции. Люди, имеющие удостоверение участников инвалидов Великой Отечественной войны, либо приравненные к ним узники. Срок окончания процедуры приватизации 1 июля 2016 года. Это значит, что до 30 июня все правильно оформленные документы будут приниматься согласно списку регистраций и очереди. Оплата стоимости приватизируемого жилого помещения может производиться полностью или частями. Причем, во втором случае, выплаты могут производиться в течение 40 лет. Главное условие – первый взнос должен составлять не менее 10% от остаточной стоимости приватизируемого жилого помещения. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дмитрий Хрущ, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы.